здравствуйте дорогие наши друзья сегодня у нас 15 июля 2021 года и мы приветствуем вас с потрясающей смотровой площадки на горе скопус и сегодняшний наш выпуск будет как же это сформулировать в одно слово в общем то мы хотели показать вам гору скопус на которой немало интересного происходило в свое время в античные времена а также территорию знаменитого на весь мир еврейского университета но как это бывает у нас с рафаэлом когда мы готовимся к очередному выпуску блога святая земля сегодня у нас прямо как у альберта энштейна который кстати имеет прямое отношение к тем местам которые мы сегодня покажем начинают рождаться не побоюсь этого слова умные иногда даже очень умные мысли и соответственно мы не можем просто гулять с вами по иерусалиму рассказывать вам какие-то истории как хорошие экскурсоводы мы начинаем думать мыслить и приглашаем вас с собой в этот удивительный мыслительный процесс так что наше сегодняшнее путешествие можно назвать путешествием из прошлого не в настоящее время а в далекое а может быть и недалекое уже будущее человечество оставайтесь с нами будет красиво и очень интересно привет друзья вот мы действительно стоим здесь на этом древнем месте древняя долина это вообще-то сирийская африканская впадина или сирийский африканский разлом это древнейшая долина который ведет нас принципе до мертвого моря так что получается хоть высота горы скопус это 800 с чем-то метров над уровнем моря но если мы смотрим с уровня мертвого моря мы почти полтора тысячи метров выше чем мертвое море иудейская пустыня друзья мои та самая по которой ходили працы авраам исаак и аков по которой ходил народ еврейский где пас свои стада царь давид где он прятался от царя саула можно сказать вся библейская древность а если посмотреть с точки зрения истории так именно в израиле обнаружены самые древние вообще поселение человеческие стоит нам только немножко отвернуться от пустыни и мы видим с вами вот в эту сторону гору или он на ней башня госпиталя августа виктория а если бы не деревья увидели бы мы и русскую свечу вот туда идет гороскопус по которой мы будем сейчас с вами путешествовать а вот здесь справа такая очень специфическая башня прямо скажем эта башня еврейского университета которому мы сегодня еще подойдем она была построена как военная башня в свое время поскольку гороскоп с важнейшее стратегическое место сейчас она существует просто как памятная такая для красоты как говорится ну а военная база тоже здесь есть собственно вот она стратегическая . она и есть стратегическая . ну а мы с вами отправляемся на гору скопус мы будем идти с вами по этой горе по самой и вершине гороскопус под прямым углом соединяется с илионской горой то есть вместе они образуют такой как такое заграждение для иерусалима с востока и с севера и вот как раз таки сейчас мы с вами выйдем на дорогу будет отлично виден этот перекресток я бы не побоялась сказать что носит он ну в общем то даже такой символический характер вы знаете как бы прошлое и будущее вот такой символ мы увидели с рафаилом в этом перекрестке посмотрите вот туда или онская гора где происходило много событий вы знаете да там было и вознесение господня и туда же придет христос согласно христианским верованиям согласно священному писанию во второй раз а а вот сюда гороскопус к прогрессу человечества путь потому что еврейский университет не просто входит в сотню крупнейших и сильнейших университетов мира но и рождает идеи вот об этих идеях мы и поговорим ну что же переходим дорогу и в путь в принципе очень много разных смотровых площадок они все очень интересны вот пока солнце еще здесь мы постараемся останавливаться на каждый из них и так действительно гороскопус это часть вот это вот хребта да вот горы ильонская это гора который стоит прямо над иерусалимом и соответственно несмотря на то что в основном все что связано с священной истории гора ильон имеет в основном большое значение но в принципе гороскопус это продолжение горы ильон если гора ильон имеет апокалиптическое значение связано и с первым и с вторым пришествием христовым я бы сказал что гороскопус также это место вполне с который связан с последних времен вот долина который под нами долина называется яосафатова так что у нас тут яосафатова долина под нами с другой стороны то что мы видели только что это пустыни и конечно тоже факт что на этом месте стоит современные научные вот такой учебные заведения это имеет конечно и духовные значения я думаю очень интересно и стоит об этом задумываться но мы начнем с более древних времен вот именно на этой горе стоял александр македонский когда он встретился с первым священником можно сказать что это тоже некая встреча разных цивилизаций первый священник который символизирует народа израилева да он представитель народа библейского александр македонский который представитель народа который благодаря него существует вообще понятие академия откуда вообще академия академическая жизнь это все идет от древных от древнего академия который основателем был платон да ученик платона это аристотель а ученик аристотель и был александр македонский который по предании да вот не все историки это признают считают что именно здесь на этом месте встретился с представителями израильского народа первосвященник на этом месте но то что обычно гиды рассказывают по поводу этой встречи а александр македонский подошел с войсками к иерусалиму и стоял вот здесь на скопусе и смотрел на иерусалим и вдруг он видит как от храма отделилась процессия первосвященник в первосвященническом облачении золотой короной с именем бога на голове и несет на подушке ему ключи от города и когда этот процессия священника в белоснежных одеждах приблизилась александр встал со своего места и до земли поклонился первосвященнику тогда приближенные сказали царь зачем ты кланяешься этому человеку на что александр ответил я кланюсь не человеку но богу которому он служит вот такое удивительное да даже если эта легенда даже если это по правде не было удивительное поведение могущественного властителя мира да фактически властелина мира перед религией перед богом смиренное преклонение главы перед чем-то высшим перед вечным существует ли это сейчас да если сейчас вообще такие понятия у человечества вот об этом будем говорить сегодня начиная с александры македонским принципе появляется на востоке новый элемент до этого были элементы в основном египетские халдейские вавилонские так далее а вот тут появляется европейская культура то есть греческий язык который стал в принципе распространен по всему востоку по все вся сирия потом антиохии и даже иерусалим стали более поздном периоде в принципе греческими эллинскими городами и что интересно что это другой тип мышления потому что греки при александр македонским они уже подходили к менее мифологическое вот отношение к религии то есть они стали относиться то есть особенно с аристотелем начинается уже подход который более похожи на естествознание изучение природа с точки зрения наблюдения они с точки зрения восторженного религиозного порыва и не с точки зрения псалтир царя давида и даже не с точки зрения гомера то есть аристотелем начинается уже что-то другое и действительно интересно что вот александр македонский это четвертый век до рождества христова встретился именно на этом месте с первосвященниками вот здесь еврейский университет что означает еврейский университет это не ехива не думаете что там сидят евреи с преды волос на висках ортодоксальные евреи изучают талмуд нет даже те которые изучают здесь талмуд изучает его с научной филологической точки зрения это дологи даже если изучает там библии или талмуд или иудейские науки да вот это в принципе что главное это что подход как я вам уже сказал он академический он связан с университетской жизни они с традиционным скажем так толкованием которые были в батэ медраж то есть это духовные училища это немножко отличается от университетской вот обратите внимание что даже в царской россии как только появлялись университеты по западному модели это все было связано с реформами и с екатерина второй и надо понять что вузы это относительное новое явление которое связано именно с определенными традициями связаны с средневековье и с европейская культура и в наши дни тогда получается что в наши дни также университетский мир по всему миру вузовский мир он связан с определенными научными парадигмами получается какая научная парадигма сейчас доминируется в мире или в еврейском университете особенно в периоде сейчас когда есть такой действительно упадок в гуманитарных наук да здесь есть в этом кампусе есть и гуманитарные факультеты есть и научные другие реальные факультеты конечно в израиле как вы все знаете появляется уже вот это вот очень высокая технология и нанотехнологии много всего другого но дело в том что здесь в еврейском университете не то что я сейчас буду это рекламировать как самый лучший университет но действительно формируется наша израильская и вообще еврейская элита опять еврейская элита это не означает элита с раввинами из преды волос это означает израильская сионистская то есть весь этот проект весь этот университет был продуман изначально даже до 19 то есть в конце 19 века как проект для усиливания сионистское прогрессивное движение евреев в израиле интересно что учрежден университет был еще задолго до основания собственного государства израиль в 1918 году не случайно именно в это время закончилась первая мировая война и университет закладывали что интересно все вместе и представитель был представители сионистской организации сионистского движения будущие отцы основателей так сказать да государства израиль будущего конечно британское командование потому что палестина тогда поступила под британский мандат присутствовал мэр иерусалима представители религиозных общин иерусалимских арабы то есть да мэром иерусалима тогда был араб арабские общины представители представители англиканской церкви и конечно же большое количество ученых учителей преподавателей будущих студентов потенциальных но построился и начал свою работу университет только в 1926 году но у нас тут было тяжелые времена в это время было недостроительство университета понятно но тем не менее потихоньку потихоньку его построили и создали и вот в этом университете друзья мои преподавали и преподают до сих пор крупнейшие ученые гуманитарный факультет конечно ближе рафаилу понятно и это действительно так здесь очень много выдающихся ученых в области ашурологии лингвистики кстати археология тоже естественно но не это сейчас будущее страны и не это самые желанные факультеты для молодежи естественно гуманитарных поступает или те которые просто не могут поступать в других то есть получается у них плохие оценки и они просто хотят поступать куда угодно но для того чтобы поучиться время потратить познакомиться тоже как-то кто знает а так израильтяне много из них просто идут в или математических отделений или компьютерной науки чтобы как-то покруче вот видите здесь действительно видны и спасовознесенский монастырь и конечно вид очень красиво это русская свеча и также видите лутеранская августа виктория и дальше по сути дела видите университет и это действительно вот очень и улица кстати в честь бениамина мазара это знаменитый археолог а дело в том что кто сейчас изучает вот это все археологии или так скажем библиистика да вот вы наверно представляете что израилитяне прямо стоят в очереди чтобы изучать например в еврейском университете в иерусалиме библию нет это корейцы в основном вот понимаете как бы вот и они очень приятные студенты как бы да вот здесь не только как бы израильские международные даже во время на пандемии есть студенты которые хотят учиться именно здесь в иерусалиме тогда что израилитяне делают то есть они именно выбирают те направления я бы сказал которые помогут им подстроиться или государственной работы потому что иногда люди проходят стажировка в армии сразу с начала учебы в каким-то крупным университетом для формирования будущих элит израиля и будущая элита политическая военная она вся учится или в еврейском университете или в тель-авивском университете который тоже считается очень хорошим но все-таки иерусалимским имеет ну такая особая я бы сказал романтика такая как бы да вот кстати пары любят гулять по этим парком который нравится парк табак ну а чем мы не пара почему мы не можем здесь просто гулять дорогой чем даже с ним работать вообще пойдем как-нибудь в отпуск будем тут гулять вот сына верно вот совершенно верно и отсюда тоже открывается потрясающий вид даже гроб господин отсюда виден так что подумайте люди здесь изучают например истории христианства или там я не знаю как бы и они видят что вот гроб господин тут рядом или читает про каких-то древних царей но также люди могут изучать биологии или геологии или что-то такое и действительно увидеть вот это связь с этими святыми местами так что в каком-то смысле видите вот это удивительно синагога имени хехта и вот этот потрясающий вид открывается именно из этой синагога то есть получается кто молится в этой синагоге университета он в принципе смотрит на храмовую гору фактически вот как в мг у имени ломоносова есть храм святой мученица татьяны вот у нас есть своя университетская синагога построены в таком вот стиле на самом деле хорошо если бы был еще какой-то храм здесь а кроме того есть еще и залы где как лекторские залы как называется по-русски аудитории где также потрясающий вид так что представьте себя рассказывают вам о том как легион римский захватил завоевал вируса ли мы стоим на этом же месте до открыли новый ресторан у нас сейчас везде их открывают где только можно вообще-то здесь древние гробницы под смотровой площадкой ну да как то вот так кушать на кладбище ну это израиль у нас тут все рядом от этого никуда не убежишь да немножко жутко потому что это вообще-то кладбище да ну вот люди наслаждаются у всех разные видимо разный уровень воображения фантазии чувствительности да поэтому вот так что так вот от ресторана сразу так сказать уже к вечности перейдем к месту упокоения не знаем кто здесь был всем желаем вечную память вот это древние гробы которые находятся ну вот прямо под смотровой площадкой то есть фактически в двух метрах от территории еврейского университета погребальные пещеры вот времен да ну даже не христа раньше это дан я насколько помню это раньше гораздо и вот понимаете ли казалось бы вообще святая святая земля да ну вот что здесь еще изучать бы как не археологию древние языки библиистику всякую а вот люди выбирают другое самые популярные профессии все-таки у нас это куда стремится молодежь но никак не связаны с этими темами это математика биология и высокие технологии в том числе медицинские генная инженерия ну и так далее хотят люди преодолеть смерть друзья мои вот ведь все к этому идет мы сейчас расскажем вам какие у нас книжки пишут люди кончившие наш университет нет университет великолепный мы не об этом плохой об израиле не говорим в этот раз а просто констатируем факт так вот смотрите это камень помазания кстати вот на таком камне христа готовили к погребению вообще так хоронили прошлые века вот на таком камне тело помазывали обертывали и так выглядел камень помазания который сейчас в гробе господнем маленькая плита такая низенькая да вот такие локули клали погребали и вот очень хочется людям преодолеть этот момент момент смерти действительно ну как же так сделать чтобы мы жили и никуда бы не девались что все время можно было кушать отдыхать наслаждаться миром божьим он действительно прекрасен и еда действительно очень вкусная штука и кушать семьей это очень приятно как же все-таки избежать то вот этого момента разлучения души и тела как бы сделать так чтобы мы жили вечно стенах этого университета учился также ювал но а харари он студентом тогда был вообще-то сейчас один из самых знаменитых граждан израиля кроме актрисы голгадот а это почему потому что он писал очень хорошие научно-популярной книга с его точкой зрения книга который в принципе описывает историю человечества разных революции до сельскохозяйственной революции дальше уже индустриальные и он продолжает это с книга то есть называется краткая история человечества или сепиенс так это называли по-английски и по-русски а по-русски также называли homo deus это вторая книга которая описывает следующий шаг то есть стремление человечества освободиться от всего материального и достигнуть вечности то есть техническими способами то есть не способами традиционных религий и так далее да homo deus это означает человек бог так что вот это в принципе направление который я бы сказал сейчас доминирующая для израильского скажем разведка для израильских политиков они даже откровенно может быть об этом и не говорят но эта книга которая в принципе все думающие израилетяне читали или собираются читать или просто эти самые выполняют эти самые задачи ли стараются понять как можно их выполнять не то что все такие мрачные люди которые хотят всех чипировать дело не в этом дело в том что они действительно хотят понять как обстроить общество как что самого лучшего для того чтобы больших данностей то что называется big data то есть большие данные как вот организовать эти большие данные а главная идея что любой организм это и есть алгоритм что нету разницы между как движется невроны например у человека вот в мозге и вот так как работают например большие какие-то организации целые страны любой живой организм и даже сам человек он алгоритм то есть это не какая-то тайна но это в принципе то к чему подходит сейчас все правительство мира то есть и это интересно потому что у нас сменился режим тоже в израиле то есть да получается что у нас сейчас другой пример министр был 11 лет нетаньяху который как раз относится я бы сказал тоже людям которые учились он правда учился в америке но его отец также был профессором и тоже связан с иерусалимской как бы скажем так академической жизни традиции но если нетаньяху человек старого режима наш новый премьер-министр беннет этот человек совсем другого выдомышления то есть он человек который именно сделал свой капитал и смог обосновать свою семью за счет того что он открыл стартап в начало нулевых когда мало кто это делал в израиле не то что он самый успешный бизнесмен но это интересно что наш сейчас премьер-министр славится не тем что он харизматичен не тем что он умеет людей заводить а наоборот он говорит я не умею людей заводить я просто менеджер и вот это интересно потому что мне кажется что таких премьер-министров будут везде и такие режимы будут сейчас по всему миру вообще же начинаются все эти современные идеи о достижении человеком совершенства и даже состояние всемогущества божественности да при помощи разума интеллекта науки начинаются с альберта эйнштейна альберт эйнштейн имеет прямую связь нашим еврейским университетом он приезжал сюда здесь читал лекцию о теории относительности при том начал ее на иврите потом перешел на французский язык также он завещал университету все свои письма труды и рукописи и свой имидж то есть еврейский университет до недавнего времени был единственным в мире кто имел право официально использовать имидж альберта эйнштейна также эйнштейн был среди учредителей еврейского университета также это был еще зигмунд фрейд известный психолог мартин бубер да то есть это в принципе люди которые можно сказать сформировали ход мысли научные двадцатого века эта мысль очень сильно отличается всего что было до этого да то есть такой смелости таких дерзновений наука не знала в общем-то раньше и такие такого прогресса и вот интересно что альберт энштейна вообще как он понимал мироздание как он вообще относился к богу есть разные всякие теории на счет но если почитать то что пишет сам эйнштейн то в общем то его верование очень даже ясны и на мой взгляд вполне изучены он очень много писал об этом и высказывался в интервью различных он говорил что он не признает личного бога что до 12 лет он был человеком очень даже религиозным по-своему хотя воспитывался в нерелигиозной еврейской семье но тем не менее а вот в 12 лет он понял что все что написано в библии все эти сказки и легенды так сказать они не могут быть истинны и никогда этого не могло быть на самом деле то есть он отрицал для себя для начала отрицал чудо как таковое да однако как он сказал передо мной лежал огромный мир бескрайний огромный мир который мне хотелось свободно без оков так сказать религии познавать исследовать и вот он сказал я пришел к тому что я скорее агностик я признаю что есть какое-то высшее начало но однозначно это не личностный бог который заботится тем более уж о судьбах людей да это все чушь и ерунда но я не перестаю восхищаться красотой этого мира потрясающими законами и невероятной логикой с которой все это создано и могу сказать мы не знаем кто создатель и законодатель этого мы можем только смиренно преклонить голову перед совершенством этого создания и изучать его что собственно он и делал ну вот такая позиция для ученого вполне так сказать да понятно и логично но однако определяет отношение и ход мысли то есть для такой науки нет преград нет священного трепета перед чем-то нет закрытых тем нет барьера через который нельзя перешагнуть но и поэтому неудивительно ли что именно благодаря исследованиям энштейна народ с человечество пришло к созданию атомной бомбы да ведь именно благодаря теории относительности смогли высвободить вот эту вот атомную энергию ну а то о чем пишет ноах или как кстати в русском произношении ной харари его называют я тоже произношу как на иврите привычно нам так вот то о чем пишет но и харари вот этот автор современный про сапиенсов да про историю человечества это тоже перекликается с таким же точно отношением к мирозданию только у найдет еще дальше он говорит о том что вообще человек сапиенс отличается от других существ тем что он способен выдумывать и верить в свои вымыслы человечество придумала богов нации деньги и права человека и собственно говоря это очень страшная такая неправда ли теория если представить себе что все это абсолютно выдумка да и соответственно вот всем этим можно и нужно управлять и человечество изобрело интеллекту интеллект да искусственный и что интеллект искусственный уже однозначно является частью нашей жизни но об этом многие американские ученые куртсвейл тоже пишет но вот но харари стоит нам картину будущего в которой уже при помощи знаний по биологии помноженных на владение компьютером и на базу данных огромную то есть про всех людей все создано и записано уже давно а можно будет полностью взламывать человека как он это называет но как хакер вот компьютер взламывает вот так же можно будет взломать человека то есть управлять человеком его мыслями чувствами его желаниями хотениями и всем прочим он не считает что это хорошо он считает что это однозначно будет и считает что мир должен объединиться сейчас в том чтобы компьютерные технологии и искусственный интеллект направить на добро но то что это означает однозначно будет он этого не отрицает и не считать что-то плохо так сказать что это будет он считает что плохо что это может попасть злые руки но вот а мы уже подошли и тем временем главному входу в еврейский университет так что вы уже поняли что наш университет это такой храм науки в прямом смысле слова стоящий прямо над русалимом на вершине горы скопус окруженный сплошь арабскими деревнями где вообще жизнь с козами баранами конями совершенно другая примитивная но правда сейчас уже и с айфонами в руке естественно но тем не менее далека от таких высоких идей все же таки пока что жизнь простых простых людей вокруг университета ну а сами студенты университета в какой-то степени несут в иерусалим вот этот современный технологический дух другой безбожный не побоюсь этого слова это действительно так все таки иерусалим город очень религиозный во многом очень отсталый а университет место крайне прогрессивные и передовое не то что в иерусалиме или в израиле в мире в мире во всем мире неважно что он всего на 95 месте стоит среди в этой сотни лучших университетов мира в чем-то наш университет я думаю занимает и лидирующие места кстати хочу добавить важный момент по поводу автора но ахахараре он открытый гей у него есть муж по имени и цик с которым он официально заключил брак и он этого не скрывает то есть скажем взгляд на мораль и нравственность тут абсолютно анти-религиозный опять же свободный достойный человека новых времен но и хому деуса если человек сам бог он сам может решать так сказать да как ему жить и что для него правильно а что неправильно большинство норм законов прав и обязанностей характеризующих мужчину и женщину представляют собой воображаемую а не биологическую реальность историк футурист ной харари да дело в том что можно сказать что религиозное общество до сих пор а у них некая такая шизофрения потому что с одной стороны есть вот этот религиозный подход и с другой стороны вот это вот научный псевдообъективный подход который тоже базируется на тоже определенный взгляд на определенные точки зрения и конечно все вузы в мире они построены именно на основы те наук как они понимаются эпоха просвещения поэтому это вообще большой вопрос нужны ли нам эти науки если мы люди в принципе религиозные так что это действительно для меня лично важнейший вопрос ну вот вот так на фоне главного входа в еврейский университет мы с вами сегодня заканчиваем нашу философскую размышлятельную прогулку по горе скопус мы надеемся что вам было интересно что появились новые мысли что есть теперь над чем подумать можете кстати для интереса и почитать книги ноаха харари чтобы знать чем собственно живет современное человечество которое отрицает категорически любой религиозный путь скажем так хотя на мой взгляд то что предлагает он это тоже религия только другая но это вопрос спорный а мы же обещаем выходить в эфир как можно чаще и продолжать радовать удивлять вас новыми местами и новыми мыслями которые эти места рождают пишите нам задавайте вопросы если понравилось ставьте лайк если еще не подписались подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч друзья до свидания а